МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Говорить будем о воде, а точнее о реке Днестра. Днестра – одна из важнейших рек нашего региона с точки зрения геополитики. Но Молдовия и Украина – это река дорога в первую очередь из-за снабжения водой и сохранения экологии. В последние годы экологи бьют буквально в набат, предупреждая, что над главной водной артерией страны нависла смертельная угроза. В нашей столице прошел митинг в защиту Днестра, реки, питающей Молдову, и главный город страны питьевой водой. А значит, это митинг в защиту нас с вами, нашего будущего. Что стало причиной бед всего Днестровского бассейна? Кто в этом заинтересован и каковы могут быть последствия? Об этом поговорим с нашими гостями. В студии директора Международной ассоциации «Экотирос» Илья Трамбицкий и гражданский активист Дмитрий Ройбов. Здравствуйте. Добрый вечер. В последнее время много говорится о планах Украины, о постройке, возведении шести гидроэлектростанций в верховьях Устья, в верховьях реки Днестра. Уже определены, насколько мне известно, даже финансовые планы, проекты, какие-то сметы, говорится. И все это стало причиной крайней озабоченности, насколько я знаю. И экологов, в том числе, поднималась эта тема и на парламентских площадках, парламентских слушаниях. Даже, мы знаем, в визите премьер-министра Павла Филиппова, он встречался с украинским своим коллегой Гройсманом в Киеве. Но все это напоминает, знаете, я имею в виду, в данном случае, например, правительственные такие движения, ну, некоторая аморфность. Потому что сложно предположить, что, например, молдавские чиновники убедят украинцев не реализовывать те планы, которые помогут им, например, почувствовать себя более энергоэффективнее. Но получается, что все эти планы идут в ущерб реки Днестр. Или я ошибаюсь? Илья, вот ваше видение. Ну, я могу сказать, что здесь два компонента, которые мы должны обсуждать в плане угроз для Днестра. Во-первых, это то, что вы сказали, планы Украины построить в равнинной части Днестра, в верхней части еще шесть гидроэлектростанций. А второе, это вопрос функционирования Днестровского гидроэнергоузла, который уже есть, правда он достраивается за счет новых агрегатов на гидроаккумуляционной станции. Но вопрос стоит о том, поскольку этот гидроэнергокомплекс и определяет гидрологию, то есть количество воды и как она подается в Нижний Днестр и всю последующую жизнь, то естественно от его функционирования полностью зависит от состояния экосистемы Нижнего Днестра, количество, качество воды и так далее. И вот именно вот этот вопрос сегодня является объектом проекта соглашения между Республикой Молдовой и Украиной по его функционированию. Здесь сразу надо сказать, что этот проект существует уже 10 лет. В 2008 году я уже видел первый проект этого договора. И на самом деле, если при внимательном наблюдении процесса и долгом анализе, можно с уверенностью сказать, что Украину здесь интересует только один компонент. Это аренда молдавского участка земли, а именно территории. Значит, это половина, молдавская половина ГЭС-2, то есть плотины. Вот. И узкой полоски земли, которая тянется от плотины и вверх по течению вдоль, значит, буферного водохранилища до границы с Украиной. Это где-то 2,5 километра. Украинцы получили то, что вы хотели, я так понимаю, посредством... Ну, не совсем так. Да, действительно, было соглашение, оно касалось не вот молдавского берега, а оно касалось, насколько я понимаю, вот части плотины. Да. Что де-факто они ее заняли, огородили забором, написали на украинском языке, на молдавской территории, проход запрещен. Вот. Вот такая вот сегодня ныне ситуация. Они получили в аренду на 49 лет, я уточняю для зрителей, да? Если не ошибаюсь. Ну, если угодно, то да, я не могу, я не видел этого конкретно договора, потому что он, так сказать, у нас не вполне доступен. Вот. И не знаю его юридической силы, то есть, насколько он действительно вступил в силу, поскольку, в принципе, такие вещи должны проходить через правительство, через парламент и так далее. Вот. Но, тем не менее, разговоры вот такие. Вот. А вот что касается молдавского берега, то, значит, этот вопрос полностью открыт еще. И это единственный, будем говорить, туз, который имеет Молдова в том, чтобы потребовать в обмен на вот эту аренду такого гидрологического режима, такого режима эксплуатации гидроэнергоузла, чтобы Нижний Днестр не слишком сильно страдал, и все его жители не слишком страдали и природа от той эксплуатации, которая будет осуществляться. Пока что сейчас, в общем-то, камнем преткновения является в этих переговорах, которые ведутся непрозрачно, вот, являются как раз вот те экологические параметры, которые следует соблюсти. Вот. Илья, что значит режим эксплуатации? Это поддержание какого уровня, ну, вот, водного блюда или водной среды? С какой скорости нужно сбрасывать или какие объемы должна плотина сбрасывать? Ну вот, если мы посчитаем, вот, 20-30 лет назад среднегодовой стог Днестра составлял примерно 10 кубокилометров воды в год. Если любой человек может посчитать, сколько в году секунд, если мы пересчитаем 10 миллиардов на одну секунду, то выплывет цифра где-то 345 метров. То есть, таков среднегодовой стог Днестра был. В то же время, сейчас этот стог сильно уменьшился. Это произошло в связи с уже постройкой вот этого гидроэнергокомплекса, в том числе Днестровского водохранилища, которое находится на карстовых породах, то есть, это породы кальциевые, пористые, с массой пещер, с массой трещин и так далее. Откуда, по расчетам одесского ныне покойного гидролога профессора Гонтаренко, вода исчезала с большой, продолжает исчезать с большой скоростью примерно 2,2 кубокилометра в год. То есть, мы имели 10 кубокилометров, из них 20% исчезало. Сегодня, последние два года, вот я имею в виду 5-6, объем воды в Днестре колебался 5-6 кубокилометров в год. Соответственно, если объем воды в Днестровском водохранилище был практически таким же, значит, потери были такими же самыми. То есть, мы уже теряли на уровне где-то 30-40% воды в год. Поэтому не надо удивляться, что мы имели периоды, когда сток в Днестре был 80 кубометров, 80 кубометров в секунду, 100 кубометров в секунду. Это при необходимых 120-130, да? Да, ну, дело в том, что они, как бы, вот та минимальная норма, вот сейчас мы считаем где-то 130. Вот, причем это в круглый год. А весенний период, когда следует имитировать весенний разлив реки, этот расход должен доходить от 350 до 750 кубометров в секунду. Тогда экосистемы Днестра будут достаточно полноценно функционировать. Будет полноценно функционировать дельты Днестра, где находятся водно-болотные угодья международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией. Там и рыба, там и птицы. В общем, те обязательства, которые мы взяли перед ООН, перед Европой по защите этих всех видов и сообществ. Вот. Ну, как мы видим, сегодня это труднодостижимые цифры, но при желании их можно достичь. И вот как раз, на мой взгляд, правительство Республики Молдова не должно идти на те... Не должно играть в поддавки, как до сих пор происходило, а должно настаивать именно на этих цифрах и на этих режимах. Вот. Потому что за время вот последнего года, когда интенсифицировались переговоры по вот этому соглашению. Это совпало с реформой нашего правительства, когда поменялись оба министра, которые отвечают за эти вещи. Один даже дважды поменялся. Это очень неудобный момент для того, чтобы сохранилась институциональная память. Более того, работники, которые сохраняли эту память в министерствах, они тоже поменялись. Вот. И при том, что, в общем-то, у нас не слишком высокий уровень подготовки специалистов, я имею в виду, вот, предположим, в области экологического права, в сходных областях, конечно, вести переговоры с Украиной, где эти вещи достаточно хорошо поставлены, достаточно сложно даже при желании. А когда еще идет вот эта непонятка и смена, это еще сложнее. Дмитрий, вот ваша оценка процессов, которые связаны с сегодняшней ситуацией с Днестром, насколько удалось дать какой-то общественный резонанс вот этой беде? Ну, давайте будем исходить из того, что и Республика Молдова, и Украина, которые являются граничащими странами, нас разделяет Днестр, то мы должны испытывать, давайте скажем, глубокую ответственность за то, что происходит с этой рекой. Конечно, мы не Украина. У Украины есть и выход к морю, достаточно большой. У Украины есть очень много рек. Мы достаточно маленькая по территории страна по сравнению с Украиной, так что для нас вопрос Днестра или вопрос Прута — это вопрос, скажем так, национального интереса. То, что мы видели сегодня в Кишиневе протесту посольства Украины, то я вам скажу, что я не видел такого, давайте скажем, национального объединения вокруг одного вопроса, животрепещущий, с января 2016 года, по-моему, когда были протесты у парламента и так далее. Потому что были представители организаций очень разных, и экологических, и неэкологических. Были представители партий левых, и правых, и центристских, и так далее. То есть это показывает нам то, что этот вопрос достаточно важный и для гражданского общества, и для политического класса и так далее. Меньше, конечно, для правящей партии, для правительства и так далее. Украина, как наше соседнее государство, не может основываться на симпатиях, на доброте и так далее по отношению к Республике Молдова. Хотим мы того или нет, но сфера международных отношений предполагает, что каждая страна соблюдает исключительно свои национальные интересы. Ну, это не про все страны, конечно, потому что тут и вопросы к нашему правительству, насколько они соблюдают национальные интересы. Но Украина, по меньшей мере, или по сравнению с нами, она так и делает. Для них вопрос энергетической независимости достаточно важный. Вы посмотрите хотя бы, в какой ситуации оказалась Украина сейчас, когда у них расторгнут договор с Газпромом, то есть у них появится все больше и больше проблем, и поэтому они будут все настойчивее и настойчивее в своих планах. Что означает шесть новых дамб на Днестре? Это, конечно же, катастрофа. Если я вспоминаю в своем детстве, когда я видел Днестр в первый раз, то мне казалось, что это чуть ли не море. То есть, но объективно сравнивая с тем, что сейчас происходит в этой реке, то тогда уровень воды был намного выше. Сейчас он намного ниже. Я общаюсь и с председателями районов несколькими, которые на Днестре находятся. То эта проблема все больше и больше раздражает наших жителей. Это не только вопрос о количестве воды, но это и вопрос о качестве воды. Потому что, насколько вы знаете, много из вод, которые мы используем и в индустрии, и в домашних условиях, и так далее, все это стекается в Днестр. И при уменьшении количества воды, вода становится все более и более грязной. Была проблема несколько лет назад, 2-3 года назад, в 2015 году, по-моему, когда Апоканал Кишинел били тревогу, потому что не хватало воды в Днестре. Снизился уровень воды. Это реальный риск. Вы представляете, что будет делать Республика Молдова или хотя бы Кишинев 3 дня без воды? Это будет просто, на мой взгляд, катастрофа. И тем более, что у нас альтернативы нет. Вот мы ищем, к примеру, альтернативы для закупки газов натуральных, электричества. Можем это сделать, но воды пока у нас нет ни единого выхода. Поэтому мне кажется, что в данной ситуации то, что гражданское общество проявило свою позицию перед посольством Украины. Это хороший сигнал для украинской стороны, чтобы они знали, что тут не все спят. Даже если вот сегодня кричали Плохотнюк и Порошенко «Днестр не ваш». Даже если где-то они, может быть, договорились или договорились забыть об этом на какое-то время, не затрагивать этот вопрос, то это не значит, что молдавское общество это не тревожит. Это и хороший сигнал для нашего правительства. После того, как они ликвидировали министерства окружающей среды, вот вы правильно заметили, что у меня очень серьезные, скажем так, я не уверен, что работники... Если есть подозрения. Подозрения, что... Не то, что подозрения, и вам дубий. То есть я не верю в то, что люди, которые сейчас работают в министерстве или даже сам министр, который отвечает за этот вопрос, он знает всю полноту этой проблемы, потому что вот вы не знаете, мы не знаем договора, зачастую они не публикуются, потом мы узнаем через несколько лет, что оказывается Филат там с Юлией Тимошенко подписывали что-то секретное, то есть нет той открытости, которую бы мы ожидали. Я еще раз повторюсь, это вопрос национальных интересов, это должно волновать каждого гражданина нашей страны, потому что это не только вопрос использования ВДН, это и вопрос нашего здоровья и так далее. Поэтому то, что было сейчас у посольства, это очень хороший знак и для украинцев, и для нас, это был шаг сплочения нашего гражданского общества вокруг тех реальных проблем, которые нас тревожат. Я, если откровенно, то я был рад увидеть там и левых, и правых, и разных представителей организаций, это показало, что наше общество в сложных ситуациях может сплотиться. Илья, вот вопрос вам, как директору Международной Ассоциации хранителей Днестра. Вы за динамикой состояния этой главной водной артерии страны следите уже многие годы. Я знаю, что вы организовывали, участвовали в такие речные экспедиции, спуски на Байдарках, с Верховья, от Атак до Немировки. И вы, так сказать, жизнь реки за последние, не знаю, более чем 10 лет прошла буквально перед вами, перед вашими глазами. Вот если обозначить, что, зачем, то есть какие именно процессы вы наблюдали, какие симптомы надвигающейся беды проявлялись на протяжении всего этого времени? Ну, на самом деле беда наступила немножко раньше. То есть со строительством гидроэнергокомплекса Днестр начал стремительно деградировать. А сейчас это просто количественное накопление тех проблем, которые, согласно науке, и должны были проявиться. Есть, вот, Советский Союз был страной, где очень увлекались строительством водохранилищ на реках. И в связи с этим ученые наблюдали за тем, как, что происходит, что происходит с рекой, когда на ней построено водохранилище. Во-первых, исчезают осетровые рыбы и некоторые другие виды рыб, которые ходят на нерест из моря в реку. Это связано с тем, что меняется скорость реки? Нет, просто они не получают доступа к тем нерестыщам, которые у них были. Второй момент. В водохранилище первое время возрастает рыбопродуктивность. Рыбы много, все довольны. Потом наступает, через несколько лет наступает период уже деградации экосистемы. И чем дальше, тем больше. И вот эта система деградирует. Поскольку, например, на Днепре водохранилище, слава богу, какого возраста, еще довоенные, то этот процесс там демонстрирует перспективы. Значит, во-первых, в силу того, что идет органическое загрязнение, оно все аккумулируется, там аккумулируется, идет сумасшедшее заеление. Кроме того, эта органика продолжает накапливаться и начинают развиваться сине-зеленые водоросли в летний период, особенно когда так тихо, ветра нет, которые могут убить все. Более того, эти сине-зеленые водоросли, они, если попадают в водопроводы, человек может отравиться, развиваются аллергии, там и прочие прелести. То есть, их надо эту воду очень тщательно чистить, да, и готовить. Вот. Беднеет их теофауна. Рыбы, как правило, очень сильно заражены паразитами. Значит, там кто рыбак или кто жены рыбаков тоже, прекрасно знают, что если платву или леща из водохранилища открыть брюхо, из него вываливаются глисты, такие комки. И вот так вот, шаг за шагом, эта деградация реки продолжается. Если водохранилищ несколько, значит, этот процесс еще более углубляется. Самоочистительная способность воды, реки падает. То есть, если раньше мы должны были потратить определенное количество денег на то, чтобы ее приготовить для питья, то сейчас этих денег надо потратить гораздо больше. Надо лучше готовить эту воду, потому что она не обладает уже теми самоочистительными способностями, которые были раньше. Вот. И процессы другие идут. Например, если мы возьмем вот ситуацию, вы упомянули атаки, на самом деле мы обычно снославчинность знаем и далее. Так вот, эта часть реки, она была галечная. Там прекрасно нерестилась, например, стерлядь, другие виды рыб, те же виды ситровых, которые когда-то туда приходили. Сегодня эта галька уже часто не видна, потому что она вся покрыта илом. А откуда берется этот ил? Там происходит активное цветение высшей водной растительности, водорослей. Почему это происходит? Потому что из гидроэнергокомплекса приходит холодная и очень прозрачная вода. Соответственно, свет очень легко проникает через 2-3 метра, и эта растительность прекрасно растет. Но потом наступает осень-зима, растительность отмирает. И куда она поступает? Она поступает в Дубоссарское водохранилище. В силу этого водохранилище уже имеет одну треть первоначального объема. Соответственно, оно не может вырабатывать столько же энергии, как когда-то. То есть заиливалось водохранилище? И сейчас уже много лет не знают, что делать с этим водохранилищем. Если бы республика была единой, конечно, можно было бы принять решение о том, чтобы эту ГЭС вообще ликвидировать. Это бы помогло как-то Днестру. Но в тех условиях, в которых мы имеем, что там этот гидроэнергокомплекс, ситуация ухудшается. Ну и, соответственно, если будут еще шесть ГЭС, значит, они тоже будут на карсте. Опять будут дополнительные утраты. И те люди, которые из области техники, будем говорить, которые считают, что это как бы труба река, и ничего в ней не теряется, кроме испарения, они глубоко ошибаются. На самом деле, потери очень большие воды. И будут тоже и больше, и гораздо, если их построят. Даже если ничего не произойдет. Если все оставить, как оно есть сегодня, все равно за счет изменения климата, а оно уже просчитано, вот эта вся южная половина, будем говорить, молдавская часть и часть украинской территории будет подвержена очень сильной аэридизации. То есть это опустынивание в силу повышения температур, в силу меньшего количества воды. И если мы к этому процессу не будем готовиться, то, конечно, будем говорить, ад наступит гораздо раньше. — Получается так, что, в общем-то, все проблемы Днестра предопределены были возведением в недалеком историческом прошлом вот этой новоднестровской ГЭС, или как она сейчас называется. Но возведение дополнительных шести участков в этих шести гидроцентрали ускорит эти процессы. Получается, что, да, как вы говорите, ад наступит раньше, чем нам бы хотелось. Но что в этой ситуации необходимо предпринять? Ну, помимо того, что, да, можно высказать свои замечания, требования украинским чиновникам в соседней стране сказать, ребята, вы нас оставляете без воды, мы ваши соседи, и как бы не по-соседски поступаете. Нам негде будет брать питьевую воду. То есть, что надо предпринять, кроме вот этих действий? — Да, здесь несколько направлений действий. Я уже сказал, по-моему, что у Молдовы сегодня есть один ТУЗ. Это вот та территория, в которой остро нуждается Украина. И которая предусмотрена к аренде, значит, на 30 лет, как минимум, в случае подписания данного соглашения. Больше ничего Украине от Молдовы на самом деле не нужно. — Они хотят на 99 лет. — Тем более. Вот. Ну, там меня уже не будет, так что, да, понятно. Наши потомки проклянут, да, тех, кто принимал такие решения. Так вот, этот ТУЗ нужно поменять. Во-первых, на отказ Украины от шести ГЭС. А во-вторых, на то, чтобы в ходе вот этих переговоров Украина приняла благоприятные для Нижнего Днестра правила эксплуатации. И параметры, которые... Они могут быть параметры, записанные в самом соглашении вот этого дебета, сброса, будем говорить, воды в Днестре. Они могут быть записаны в самом соглашении, они могут быть записаны в положении о функционировании, которое должно быть согласовано с Молдовой. Вот. Но важно, чтобы они имели такую же юридическую... Такой же юридический вес, как им само соглашение. И там еще есть важное положение в этом соглашении, что вот та статья, или то соглашение самостоятельное в рамках этого соглашения, которое будет принято об аренде молдавской территории, там сегодня написано, что оно не может быть разорвано, даже если будет разорвано само соглашение. Но на самом деле, поскольку я уже сказал, что Украине вообще это соглашение даром не нужно. В принципе, она контролирует данный гидроузел, а с арендой она будет тем более даже вот этот маленький кусочек контролировать. Поэтому, естественно, она заинтересована только в одном, в аренде. Вот. И если мы не поменяем, если Молдова не поменяет вот эту аренду на то, что я сказал, включая, например... Что-то дает доступ к верхней части Днестра или что-то? Нет. Я говорю о том, что для чего нужна аренда этого участка? Украине нужно по стандартам функционирования этого гидроэнергоузла, который там три турбины уже действуют, четыре еще должны появиться. Им нужно повысить на восемь метров уровень воды в буферном водохранилище. А для этого им нужна молдавская территория. И там возвысить на восемь метров или девять бетонную плотину, стену. Это помимо того, что контролируется вся плотина с всей ее производством, электроэнергию. Да. На самом деле, на сегодняшний день я не уверен, что есть действительно вот легальный механизм, по которому Украина владеет молдавской частью. Это что-то такое серое, будем говорить, с юридической точки зрения. Вот. Но это не так принципиально. Важно, чтобы в любом случае Украина не имеет кусочка молдавской территории, который является по-прежнему вот этим тузом, о котором я говорил, который нужно менять на то, что нам надо. А не менять это все на 26, кажется, осталось молдавских предприятий на украинской территории. Это неадекватный обмен. А вот то, что я сказал, это действительно требуется. Сюда включить еще весенние экологические попуски и так далее. Вот как бы... Вы же понимаете, что сверхзадача украинской стороны как раз стоит в том, чтобы получить эту аренду. Сейчас им отказываются от всего этого, значит, менять все свои планы. Правильно. Потому что они заинтересованы в том, чтобы ускорить процесс строительства, развить это все. А вот тут оказалась такая вот... Тормоз такой. Дмитрий, вы в чем видите? Тут мы говорили про то, что они хотят построить эти 6 дамбы, 6 ГЭС. Но мы забываем про то, что для этого Украина нуждается в деньгах. И в достаточно серьезных деньгах. По подсчетам украинских экспертов речь идет о миллиарде 100 миллионов, миллиарде 200 миллионов евро. Да, в постройку. Что говорит украинское правительство? Оно говорит, что нам эти деньги одолжит европейский банк по развитию. Другие говорят, что есть европейский банк инвестиций, то есть они готовы выделить деньги на это, хотя эти банки не обещали Украине ни одного цента. С другой стороны, есть украинские эксперты, которые говорят, что мы не нуждаемся в том, чтобы построить еще 6 дамб. У нас есть и на реке Днепру, и на Днестре, есть другие ГЭС, которые нужно модернизировать. То есть для этого европейский банк инвестиций готов выделить деньги Украине, это порядка 100 миллионов евро, для того, чтобы они модернизировали эти. Но у меня серьезный, тут же еще вопрос тоже дипломатии и так далее. Как Молдова будет проявлять себя с точки зрения дипломатии в этом вопросе, потому что европейский банк развития и европейский банк инвестиций это являются и партнерами Республики Молдова. То есть когда они захотят выделить, если дело дойдет до такого, то я считаю, что Молдова должна сказать свое слово и в этом процессе. То есть международные организации, банки и так далее, они должны быть в курсе того, что происходит здесь у нас, потому что это достаточно важный вопрос для национального характера, вопрос питьевой воды. И в этом случае, я думаю, что найдутся достаточно серьезные люди или платформы на европейском и международном уровне, где Молдова сможет сказать свое слово, в том числе, чтобы остановить Украину от своих планов построить эти шесть дамп. Мы, естественно, не должны сильно расслабляться и забывать про это, потому что мы не раз в нашей истории с нашими союзниками, соседями попадали в такого рода ситуации, когда нам говорили одно, а на самом деле происходило другое. Но с моей точки зрения, наше правительство должно быть более и более активным. Я не знаю, насколько глубокий уровень общения между нашим и их правительством. Я знаю, что есть межправительственная комиссия по экономике и торговле, но я не уверен, что они затрагивают все абсолютно вопросы, которые касаются наших отношений. Но хотя бы вспомнить, мы в свою очередь как молодежная организация протестовали, к примеру, у посольства Украины и вручили им письмо по поводу того, что они через несколько лет закроют все молдавские школы и молдаванц Украины, которых четверть миллиона не будет возможности. И мы не получили ответа ни от украинского посольства, ни от нашего министерства образования и так далее. То есть несложно предположить какого может быть ответа. Да, пример министр говорил там в Одессе, где-то за чашкой кофе, они затрагивали этот вопрос, но мне кажется, что это не тот уровень серьезности, при котором нужно обсуждать такого рода вопросы. Так же и здесь. Я не уверен, что хватает силы или воли у наших правителей для того, чтобы пойти со всей ответственностью и серьезно поставить вопрос и не выходить из этого кабинета, пока его не решат. Я не уверен. Я вот хочу сказать, что мне кажется, вот наши страхи основаны или основываются на вот этом проявлении украинского эгоизма. Решение исключительно только собственных проблем, без того, чтобы озираться на проблемы соседей. Но вот вопрос. Река Днестра это исключительно молдавская река вот в этой части. Ведь что будут пить жители Одесской области, самой Одессы, миллионный город? Ну, я сегодня уже на митинге говорил, что уменьшение стока Днестра непременно приведет к тому, что Черноморская вода будет больше заходить в Днестровский лиман и выше по течению. И наступит день, когда в Одесском водопроводе появится соленая солоноватая вода. Да, это, конечно, проблема. Но мой многолетний опыт общения вот с Украиной говорит о том, что из Киева очень плохо видна Одесса. То есть там обычно путают, Днестр называют Днепром при разных переговорах и очень малой мере учитывают вот интересы этих регионов. Я бы так сказал. Но вот к предыдущему я бы еще хотел добавить, что один из пунктов, на которых мы достаиваем, это в соглашении есть преамбула. Так вот, большим трудом мы туда впихнули ссылку на договор о управлении бассейном Днестра, который вошел в силу летом этого года. И нам пока не удалось туда впихнуть еще ссылку на соглашение Молдовы и Украины с Европейским Союзом, которое содержит ссылки на ряд европейских директив, которые эти страны должны уважать и выполнять. И то же самое на Европейское энергетическое соглашение, где тоже есть ссылки на соответствующие директивы, которые, если их выполнять, то они заставят так или иначе Украину соблюдать экологические правила. Другое дело, что, конечно же, в наших странах нет культуры исполнения законодательства. И даже если это будет сделано, совсем не факт, что эти директивы будут соблюдаться в полной мере. Как свежий пример, хочу сказать, наша Республика Молдова гармонизировала, поставила птичку по пункту, например, соблюдения директивы номер 4 2003 года о доступе к экологической информации. Де-факто Республика Молдова не выполнила все положения этой директивы, когда включила, а наполнила рядом лозунгов это постановление правительства, в связи с чем мы вынуждены были в прошлом году подать в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, в Женеву, потому что все наши письма в Министерство окружающей среды в этом плане, года три мы писали, остались абсолютно не взятыми во внимание и без ответа. Вот. И поэтому мы вынуждены были обратиться в Женеву для того, чтобы Женева приняла решение о том, что Республика Молдова должна изменить свое законодательство. Но с точки зрения сегодняшнего взгляда Евросоюза на Республику Молдовы, там полноценная птичка стоит по данному пункту. Вот так мы евроинтегрируемся. Добавить что-то хочу. Вы говорили про то, что нужно вставить в договор ссылки для того, чтобы находить возможности, когда нужно будет влиять на Украину в тех или иных ситуациях. Но есть, по-моему, еще и другие риски. К примеру, мы же знаем, какая сейчас экономическая ситуация в Украине и то, что на Донбассе идет война, и это будет тянуть Украину вниз все больше и больше. То есть денег на содержание, скажем так, определенных проектов, таких как постройка этих шести ГЭС, не будет. Соответственно, они захотят их одолжить у европейских банков. Но есть еще один риск, как и в Республике Молдовов. Когда мы за чужие деньги что-то строим или внедряем какую-то новую систему, а потом мы ее передаем в частные руки и уже никто это контролировать не может. Например, давайте возьмем с камерами на дорогах. Также может быть и здесь, что за европейские деньги будут построены ГЭС, впоследствии они окажутся в частных руках, и тогда Молдове будет намного труднее влиять, ну скажем, если они не будут соблюдать условия используемых. Украинское правительство скажет, мы тут ни при чем, теперь нужно уже разговаривать с частным лицом. Но это тоже английский позиция. Я думаю, что в чьих бы руках не находились эти шесть ГЭС, их вред будет примерно одинаковый. Потеря воды. Это не зависит от формы собственности. Что касается инвестиций. Все-таки эти банки, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, мы с ними имели переписку в начале прошлого года, они нам сообщили, что у них нет планов по инвестированию. Но здесь рано пить боржоми. Суть заключается в том, что та программа развития гидроэнергетики, которая была принята 13 июля 2016 года в Украине, она предусматривает, общая ее стоимость, порядка 3 миллиардов долларов или евро. Из них 2 миллиарда предполагается инвестиции таких вот банков и 1 миллиард собственный. Так вот, я не исключаю, что Украина поступит таким образом. Поскольку здесь трансграничная проблема и действительно банки очень косо смотрят на вот эти вещи, то весьма вероятность, что Украина найдет деньги для Днестра, а вот для внутренних проектов на Днепре, там на Южном Буге, она уже будет использовать международные деньги. Вот примерно так может вполне сыграть. Речь идет о том, что все-таки Украина от своих планов не откажется. Ну, видите, ссылаться на войну как благо для Молдовы, я не думаю, что это устойчивый подход. Война вообще большая гадость. Я не думаю, что она, ну, как бы сыграет в этом плане большую роль, потому что здесь существует интерес олигархов. Олигархи навариваются и на войне, они навариваются и на гидроэнергетике, вот, и они будут блюсти свои интересы и будут добиваться реализации своих планов. Вот, поэтому мы должны быть готовы ко всему, но использовать те механизмы, в том числе Европейский Союз, куда мы должны жаловаться, даже не столько мы, сколько правительство, и как бы, а мы должны в свою очередь давить на правительство, чтобы оно было активнее. Вот я вижу такой подход. Ну, под занавес такой вопрос. Как бы, про сегодняшние проблемы Днестра, завязанные на вот этой трансграничной ситуации. Но, как мы сами к собственной водной артерии относимся? Вот вы, сплавляясь по Днестру, Сверховь и вниз по течению, наверняка наблюдали, в каком состоянии находятся берега, ведь Днестр достаточно густонаселенная река, берега Днестра, усеянные городами и селами. Вот ваше наблюдение. Ну, конечно же, сегодня население, и не только население, но и власти, относятся не лучшим образом и к самому Днестру, и к его притокам. Это большая проблема. Я бы сказал, в первую очередь, я всегда меньше, будем говорить, обвиняю население, и больше обвиняю правительство. Вот сегодня у нас Днестр, на самом деле, в большей части, конечно, формируется в Украине, но у нас есть тоже притоки. Так вот эти притоки находятся в очень жутком состоянии. И вот, предположим, в 2012 году была принята программа развития национальной экологической сети, где особое внимание было уделено восстановлению биологических коридоров, идущих вдоль малых, средних и больших рек. Так вот, в этом плане практически ничего не сделано. Как оно происходит на самом деле? Вот появляется желание, может быть, даже деньги, как-то облагородить какой-то участок малой реки и возродить ее. Сразу сталкиваются с интересами. Во многих участках эта территория уже распахана до уреза реки. Соответственно, почва вспомывается туда. Если не это, то там пастбище. И местные власти или не знают как, или у них руки не доходят, или нет желания как-то навести порядок в этом плане. На самом деле, конечно же, нужно оградить эту речку от скота. И только в некоторых местах сохранить водопои. А остальную часть возродить путем посадки водоохранных полос. И если вот шаг за шагом такие действия будут делаться, то есть шанс что-то улучшить. Количество лесов должно быть раза в 2,5-3. Площади увеличены, а их качество улучшено. Потому что если у нас на бумаге лес, а там было, предположим, на 10 квадратных метров 4 дерева, а теперь осталось одно дерево, то этот лес не в состоянии так исполнять свои функции, как он исполнял когда-то. А на бумаге это по-прежнему лес. Вот примерно. Дмитрий, ваша... Я вам скажу по опыту. Я работал больше года в одной экологической организации. И я думаю, что я не сделал рекламу. Это фонда Кадава. Они очень активно и дальше продолжают работать в этом направлении. И мы, в свою очередь, делали несколько экологических экспедиций на маленьких реках и озерах в Молдове. Это точно то же самое отношение, как и к Днестру. Мусорка прямо в озеро. Не то, что на берегу, а в озеро. Прямо люди выбрасывают мусор. На определенных маленьких речках, вот река Мот, да, рядом с Иванча, с селом Иванча, там люди делали ограждения, они выращивали домашних птиц в этой реке. То есть никакого... И отношения местных властей к этому тоже вот такое... Никакого внимания этому не уделяют. Даже наоборот, когда мы пришли и предупредили, что мы пройдем с экологической акцией, и туда к ним, то они быстро решили проблему с мусоркой на озере. Мне кажется, что наши компетентные органы, которые работают в этой сфере, в сфере экологии, они должны быть намного жестче. Мне кажется, экология — это именно та область развития человечества, которой мы должны уделять внимание, и должны были много лет назад уже уделять внимание, но мы должны все больше и больше уделять этому внимание. И мне кажется, и здесь увлечение шрафов, и привлечение к ответственности и так далее, все должно быть намного серьезнее. Вы вспомните, насколько сильно изменилось Ораловое море, к примеру. Никто даже в голову себе не мог представить тогда, чем это закончится. И вот сейчас, через десятки лет, Казахстану как-то получается возродить это море. Не исключено, что нас ждет такое же будущее, но все это зависит только от того, как мы сами к себе относимся и к окружающей среде. Понятно. Благодарю вас за этот разговор. Времени у нас совсем не осталось, пробежало быстро. Хочу сказать, что вот заметить одно. Ведь у нас, насколько я знаю, каждый год, последнее воскресенье мая, мы празднуем или как бы отмечаем День Днестра. И, наверное, это все-таки символично, потому что река для страны, ну, это такой собирательный образ. С одной стороны, это важная экономическая, экологическая часть, с другой стороны, это еще и символ. И ведь, например, невозможно представить Египет без Нила, Германию без Рейна, соседнюю Украину без Днепра. А вот представить сегодня Молдову без Днестра, мне кажется, уже, ну, вот знаете, как бы это сродни трагедии. И ответ на вопрос, как спасти Днестр, наверное, тот же самый ответ, как нам с вами выжить. И мне кажется, наступило время действовать. И я с удовольствием, как журналист и всей нашей команды, будем откликаться на все, что может послужить этому сложному делу спасения Днестра, спасению нашей экологической системы. Спасибо вам за этот разговор. Продолжим следить вместе с вами за тем, как будут развиваться события, и всеми возможным способом помогать. Спасибо. Спасибо за приглашение. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был директор Международной ассоциации хранителей Днестра Экатирес Илья Трампицкий и гражданский активист Дмитрий Ройбун. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин